Всем привет! Я Рита Мурадова и это мой канал на YouTube. И сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно стилизовать пропорции фигуры, когда у нас ноги короче туловища, и как правильно с помощью одежды это корректировать, и какие есть шесть мастхэвов в одежде, которые, я считаю, очень важно вплетать в свой гардероб девушкам именно с таким распределением пропорций. Так что, если эта тема вам интересна, продолжайте смотреть. Сразу хочу сказать дисклеймер о том, что это абсолютно нормально посмотреть на свои фигуры и понять, что у вас более талия удлиненная и верхняя часть пропорций, то есть, соответственно, туловище более удлиненное, ноги более короткие, или наоборот, более короткое туловище, более длинные ноги. В этом нет никакого нужно сейчас во время массовой гипертолерантности, бодипозитива и всего прекрасного, что с этим связано, уметь, тем не менее, адекватно посмотреть на свою собственную фигуру, на ее пропорции, для того, чтобы понимать, как с собой работать, какие вещи покупать, какие не стоит покупать. И это никаким образом не касается ни бодипозитива. Если вы понимаете, что у вас условно более короткие ноги, более длинное туловище, это не значит, что вы должны автоматически себя не любить и так далее и тому подобное. Никак вообще не связано. И это не негативный селф-ток, то есть, это не значит, что вы сразу о себе как-то негативно думаете. У меня в фигуре тоже, в целом, ноги более короткие, не настолько, но ноги более короткие, чем туловище. И это абсолютно нормально, в этом нет ничего травматичного, с этим ничего страшного не происходит. Или, так как у меня тип фигуры близкий к прямоугольнику, у меня не настолько выражена талия, как у песочных часов, в этом тоже нет никакой вообще трагедии. Поэтому иметь понятие о собственной фигуре и ее пропорциях абсолютно нормально. Я вообще призываю всех немножко детально изучить свои пропорции для того, чтобы понимать, как себя стилизовать. Это можно делать самостоятельно. Для этого можно прийти к нам на образовательный курс, на нашей образовательной платформе Модеизм, на курс стиль для себя и изучить правильное распределение пропорций лично для себя с помощью одежды. Но изучить пропорции свои нужно. И вот сегодня мы говорим про пропорции, когда у нас ноги фактически более короткие, чем туловище. Соответствие, туловище достаточно удлиненное, а ноги более короткие. И прекрасный пример этому это, например, Кира Найтли, у которой как раз именно такой тип распределения пропорций в фигуре. Перед тем, как будем стартовать, я хочу напомнить, что у нас продолжается регистрация на наш Трендбук 2023, на его запись, запись самого вебинара и также сам Трендбук. И для регистрации вы можете кликать по ссылке под этим видео. Там вы можете приобрести Трендбук и запись самого вебинара. И как всегда, вплоть до окончания войны России на территории Украины, в ссылках под этим видео будут информация, во-первых, новостные каналы о реальной ситуации сейчас в Украине. И следующими ссылками там всегда будут возможность помочь как вооруженным силам Украины или сделать донаты для помощи беженцев или пострадавших во время войны России на территории Украины. А мы с вами стартуем. И наши шесть мастхевов для тех, у кого более короткие ноги в пропорциях, я не буду каждый раз это повторять, будут короткие ноги. Это не ужасно, это не страшно. Будем называть их короткими ногами. Как бы убрать из этого желательно негативную коннотацию при возможности. И первое это мини-юбка и вообще длина мини в платьях, юбках и даже в шортах. Но мы сейчас с вами говорим про правильную длину мини. Ничто так не укорачивает визуально ноги, как неправильная длина мини. Значит, смотрите, есть у нас колено и есть у нас тазобедренная область. И между ними, если поделить пополам, в идеале это стандартная длина мини. Такой она, по крайней мере, была в 60-х, когда она была впервые внесена в моду. Ее так надевали, даже чуть ниже. Но на самом деле, для каждой пропорции, для каждого вида ноги, для каждой длины ног, эта пропорция, она своя. Для тех, у кого ноги короче, эта длина должна быть еще где-то на половину ладони горизонтальной или даже на ладонь выше. Соответственно, вы поделили расстояние между коленом и тазобедренным суставом пополам. Пополам пришли к этой точке и после этого от этой точки еще где-то на горизонтальную ладонь или хотя бы на половину ладони выше. И тогда вы визуально, потому что привычная длина мини это всегда половина, будете создавать ощущение, что там еще очень много до тазобедренного сустава. Соответственно, ваши ноги длиннее, чем они есть на самом деле. Соответственно, вы визуально изменяете пропорции. Как не стоит делать, это не стоит надевать юбки и платья, которые чуть-чуть на ладонь выше колена. Именно для такого типа фигуры с такой пропорцией, потому что тогда вы визуально будете съедать ноги и ваши пропорции будут еще больше уменьшаться. Вы будете все гипертрофировать, что мы наоборот хотим откорректировать. Следующий must-have это брюки или это джинсы на высокой посадке. Высокая посадка – самый универсальный вообще способ визуально скорректировать длину ног и сделать ощущение, что у вас они начинаются выше, чем они есть. При этом есть небольшой трек, небольшая такая тема с тем, чтобы этот трюк провернуть, нужно, чтобы ваши брюки или джинсы не облегали колено. То есть это были достаточно свободные брюки или джинсы, когда мы доходим до зоны колена. Они могут облегать бедра, но не облегают колено, потому что колено всегда выдает, где делится нога. Когда вы колено смазываете, да, и не показываете его, визуально кажется, что ноги длиннее. Поэтому джинсы или брюки на высокой посадке с более закрытым коленом или более свободной зоной вокруг колена. Следующее – это ботфорты. Ботфорты очень классно визуально удлиняют ноги. Самый универсальный способ – это ботфорты с чуть-чуть более еще вытянутым носком. Тогда вообще ноги будут визуально от ушей. При этом, если вы еще и эти ботфорты, например, заправите в какую-то юбку, то есть они будут заходить под юбку и под платье, вы таким образом вообще скроете, где у вас ноги переходят, вазобедренные суставы, и визуально создаете одну большую линию. И ботфорты всегда более интересны и более вытягивающие для силуэта. Будут смотреться, чем просто, допустим, жакейские сапоги, а потом начинающаяся юбка. И тогда у нас вот этот вот пласт кожи открытой между концом сапог и началом юбки остается, который визуально сдает всю информацию о том, где у вас нога находится и где какая часть ноги. Поэтому чем больше вы можете ее перекрыть и создать одну общую линию, тем лучше. Следующий мастхэв – это укороченные топы, укороченные свитера, укороченные рубашки. Вообще, фактически вся коллекция Миу-Миу прошлого года – это все коллекция для невысоких девушек. Именно потому, что она визуально будет создавать ощущение, что торс у вас чуть короче, чем он есть на самом деле. Если вы это все будете сочетать еще и с завышенной талией, то есть, например, у вас юбка Макси, допустим, прямая, актуальная в этом году в стиле 90-х на завышенной талии, и укороченный топ, допустим, укороченная рубашка такая подрезанная, или укороченный свитер. То есть, таким образом мы будем менять местами, пропорции, и визуально будет казаться что-то еще у вас короче, а ноги длиннее. То есть, визуально такой обман очень классно сработает. Более того, это на самом деле очень женственный момент, когда мы берем укороченный топ и длинный низ, длинные брюки, палаццо, длинную юбку Макси и так далее, посаженную на талии. И вот этот вот сливер, такую частичку кожи, которую будет видно, это нижняя часть ребер, она всегда очень деликатно смотрится, сексуально, но не too much. И последний must-have, который я бы озвучила конкретно для девушек, именно с такими распределениями пропорций в фигуре, это приталенный комбинезон с длинными брюками. И еще один момент важный, приталенный на талии, соответственно, в верхней части. Но как только талия у нас заканчивается, он начинает расширяться, идет достаточно свободно. То есть, мы не облегаем, стараемся не очень облегать бедра. И главное, как я уже говорила, стараемся не облегать вообще колени. Как только вы делаете облегание в коленях, вы визуально, опять же, показываете пропорцию реальной ноги, потому что колени всегда выдают. Колено, оно визуально чуть-чуть выходит за зону ноги, и плюс оно достаточно объемное. Поэтому оно визуально проводит такую какую-то точку, горизонтальную линию, как ни странно, в ногах. Представьте, ногу без колена и ногу с коленом. Нога без колена выглядит более длинной и вытянутой, потому что нет препятствия посередине. И, соответственно, когда мы это колено проходим мимо и не показываем, мы визуально вытягиваем ногу. Поэтому вот такой секрет есть, который я бы, в принципе, практически всегда учитывала в построении образа. Пишите в комментариях внизу, какие лайфхаки у вас есть для стайлинга именно такого типа фигуры. А также обязательно пишите в комментариях внизу, какие запросы у вас есть по темам на этот канал. Что, может быть, я не осветила, или вы бы хотели, чтобы я более детально вошла в тему фигуры и различных особенностей фигур, и как их корректировать. Может быть, вам это показать на практике в стайлинге, каких-то образов. Пишите, в общем, обязательно. Буду очень ждать. На сегодня это все. Люблю, целую. Ваша Рита. Слава Украине! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!